Если ты с детства мечтал стать врачом или космонавтом, и чтобы не говорили мама и бабушка, ты с упорством студируешь учебники по химии или биологии, посещаешь кружок юной физики, и совершенно точно знаешь, кем будешь по окончанию школы, то ты счастливчик. Потому что многие ребята совершенно не представляют себе, кем быть и куда поступать, после того, как прозвенит последний долгожданный школьный звонок. Программа «Один день с профессионалом» как раз для тех, кто еще не определился с профессией. И сегодня в эфире программы мы познакомимся со студентами Чебоксарского профессионального колледжа имени Никольского. Добро пожаловать в Чебоксарский профессиональный колледж имени Никольского. Такое название учебное заведение получило совсем недавно, в апреле этого года. До этого СУС все знали как Чебоксарский механико-технологический техникум. Но с лета 2015 года к нему присоединился педагогический колледж. Наш колледж очень уникальный по сравнению с другими образовательными организациями. Постольку сегодня ни одно образовательное учреждение системы СПО не носит что-то имя. Никольского мы все хорошо знаем, и поэтому решили назвать. У нас обучается 2000 студентов по 7 направлениям. И работающих в нашем техникуме 181, из них 110 – это преподаватели. Из числа преподавателей 80% имеют высшие и первые категории. Остальные тоже хотят аттестоваться и получить определенные вот это высшие и первые категории. И если взять направление подготовки, я уже говорил, по 7 направлениям, это самое многочисленное у нас – ремонт и обслуживание автомобильного транспорта. Хотим уже на следующий год новые направления открыть. Это у нас дизайн. У нас хорошие аудитории. Мы подготовили, мы в этом году открыли многофункциональный центр. Вот мы посмотрели. Действительно, сегодня есть для студентов все, абсолютно все, 100% такие мы сделали возможности, чтобы они учились, получили хорошие знания. Знакомство с колледжем. Начинаем с музея. Тут собраны самые главные вещи истории этого учебного заведения. Именно здесь военные годы обучали хлопкопредению и хлопкоткачеству. Рубашки, ткани и покрывалы здесь можно увидеть и сейчас. Первые курсы обязательно проходят экскурсию по музею. Ну и потом, надо сказать, что и студенты, и преподаватели принимают активное участие в формировании музея. То есть они приносят те экспонаты, которые мы с вами здесь видим. Музей нужен для того, чтобы сохранить историю и культуру народа. Музей очень важен для воспитания подрастающего поколения. Это и чувство гордости за свой народ, и чувство патриотизма. Ну и потом все наши экспонаты используют самые разнообразные специальности. И текстильщики, и реклама, и даже информационные системы. Как и 70 лет назад, колледж и сейчас специализируется на технологии текстильных изделий. Но помимо этого, сегодня здесь обучают и большому количеству других специальностей. Это экономика и бухгалтерский учет, монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Молодых людей в техникуме привлекает автомобильное направление. И это неудивительно. В наш современный век каждый хочет иметь личное авто. В наше время есть очень много профессий, очень большой выбор. И техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, наверное, все-таки является по-настоящему мужской профессией. И одно из наиболее, и, наверное, я бы сказал, даже самый рентабельный на сегодняшний день. Почему? Потому что количество автомобильного транспорта растет с каждым днем. Количество водителей увеличивается. И, соответственно, кому-то нужно обслуживать автомобили, кому-то ремонтировать, кому-то заниматься предпродажной подготовкой, кому-то продавать автомобили. То есть жизнь каждого человека так или иначе связана с автомобильным транспортом. Я угробил эту специальность, потому что мне это интересно. И я с детства любил автомобили, постоянно не заглядывался, когда они мимо проезжали. На данный момент, когда я закончил школу, у меня стал выбор перед профессией. Я решил, что пора бы с этим уже познакомиться. И изучить этот вопрос, и изучить до конца, полностью изучить автомобиль. Изучаем конструкции, жидкости, материаловедение, стали, металлы. Даже технику безопасности, охрану труда и безопасное дорожное движение. Если тебе это интересно, то легко и дается тоже. А если не интересно, то будет тяжело и не хочется даже учиться. Многофункциональный центр технопрофи недавно появился в колледже. Здесь студенты повышают свою квалификацию, работая на новом современном оборудовании. Профессионалы своего дела оттачивают свое мастерство на практике. Я выбрал эту профессию, ну, как бы, с детства с техникой вожусь. Но с самых малых лет, ну, как бы, меня приучили к технике. Мужчина должен, как бы, знать вообще, что да, как. Хотя бы теоретически. Ну, а практически, ну, для этого есть мы, автомеханики. Через несколько лет, думаю, либо стать директором каким-нибудь, либо в транспортном предприятии, либо свое дело, свой бизнес. Студенты колледжа могут попробовать свои силы не только на так называемых тренажерах, но и на настоящих машинах. Для этого в Чебоксарском профессиональном колледже имени Никольского есть сервисный центр. Здесь каждый студент, начиная со второго курса, учится сам ремонтировать машины, менять колеса, масло и стойки. Есть шиномонтаж, который мы, да, полностью балансируем, меняем. Зима, лето, ну, это сезонная вещь. Сход-развал тоже сезонная вещь у нас, он тоже есть. Ну, как бы колесо меняем летнее на зимнее, получается тоже делаем вход-развал. Есть подъемник, который тоже может залезть под машину, поремонтировать, сменить масло, там сменить стойки, грубо говоря, скажем так, рычаги и все остальное. Эта профессия привлекает тем, что машина, как бы, можно сказать, средство передвижения, которое мы уже без этого обойтись никак вообще не можем. Честно говоря, каждый народ, мне кажется, у каждого есть своя машина. Поэтому их надо, как бы, мне кажется, чинить все равно, но для этого нужны, ну, которые специалисты. Дядя приучил, как бы, с детства я с ним уже вместе, он меня всегда везде возил и все, пошло-поехало. После этого, что к чему, помогалось ему всегда. Первая машина, мне он купил, москвич, я с ним постоянно возился. Любой автосервис с удовольствием примет на работу выпускников колледжа. Каждый из них знает виды неисправности и легко может их устранить. Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Стив Джобс. Для тех, кто не раз заглядывал в список Forbes, уже давно не секрет, что программисты очень часто возглавляют этот список самых богатых людей планеты. Сегодня информация – один из основных ресурсов развития общества. И люди, которые участвуют в этом, влияют на развитие глобальной экономики. Поэтому специальность техник по информационным системам, пожалуй, одна из самых перспективных. В конечный день у нас требуем, почему? Потому что, если так посмотреть, у каждого из нас в кармане есть целый мощный компьютер. И если так посмотреть, то ежесекунду чуть ли не ежедневно там у нас закачивается в этот сотовый телефон гигабайты информации. И таким образом, значит, у нас на этих телефонах же имеются еще и социальные сети, всякие другие веб-приложения. И эти веб-приложения кем-то должны быть разработаны. И наша специальность как раз информационной системой позволяет разрабатывать, эксплуатировать и мультифицировать эти приложения. В частности, значит, мультиплатформенные, чтобы на любых сотовых телефонах, гаджетах, компьютерах и серверах это все дело работало. А на сегодняшний день таких специалистов, даже на рынке труда, значит, очень много требуется. И даже зарплата достойная. Если вам известно, что такое сервер, драйвер и холобайт, то вы уже на пути к данной профессии. Многих школьников интересует компьютерное оборудование, в котором трудно разобраться большинству людей. Но если ваш мозг заточен на это, значит, вы готовы посвятить жизнь информационным технологиям. Вас ждет интересная и увлекательная работа по разработке и программированию информационных систем, решению технических задач и модификации отдельных модулей системы. Это ко мне пришло с возрастом. То есть, когда у меня появился компьютер, я начал сам уже в нем разбираться, капошиться, разбирать что-то, смотреть. И мне это стало очень интересным. И я решил поступить именно на эту специальность. Почему стоит поступать именно в наш колледж? Потому что вы приобретенные знания сразу же отрабатываете на практике. И при выпуске становитесь квалифицированным специалистом. Весь третий курс я работал лаборантом и обслуживал все компьютеры, которые находятся в нашем колледже. И благодаря этому приобретенному опыту я сейчас уже зарабатываю неплохие для нашего региона деньги. Себя вижу предпринимателем в области разработки программного обеспечения. На каждом предприятии требуется специалист по информационным системам, установка и разработка программного обеспечения, создание интернет-сайтов, защита базы данных. Без этого невозможно становление любого дела. Компьютерными гениями всегда восхищались. Если вы станете мастером своего дела, то добьетесь успеха и, возможно, перевернете мир. Реклама Реклама – это не только перерывы на кофе в любимых сериалах или ток-шоу. И даже некрасочные щиты, за которыми не видно знаков дорожного движения, светофоров или домов. И вовсе не слоганы, оккупировавшие нашу речь. Реклама – это серьезный и рискованный бизнес. Это много напряженной работы, таланта, интуиции и везения. Стать лучшим в этом деле можно, обучившись в колледже имени Никольского. Чтобы освоить профессию рекламиста, нужно не просто смотреть рекламу по телевизору, а знать основы рисунка, живописи, фотографии, компьютерной графики, видеосъемки и монтажа. Но, как и большинство профессий, рекламный бизнес требует определенных данных. Здесь все решает человеческий фактор, а ошибки обходятся слишком дорого. Какие же качества принципиально важны, чтобы сделать карьеру в этом бизнесе? Вот несколько штрихов к социально-психологическому портрету успешного рекламиста. Это целеустремленный оптимист, заряженный на победу. Он одинаково хорошо умеет убеждать и понимать людей, смотреть на все с их точки зрения и принимать неординарные решения. Это требует немалых эмоциональных затрат и изрядной смелости. Вспомните, через что пришлось пройти так и не ставшему креативным директором герою Мэлла Гибсона, чтобы понять, чего хотят женщины. Богатая фантазия и творческий подход сочетаются в идеальном рекламисте с железной логикой и аналитическим складом ума. Плюс интуиция и умение рисковать. А теперь помножим все вышеперечисленное на талант и нечеловеческую трудоспособность и получим полуфабрикат рекламиста. Но чтобы из этого приготовить настоящего профессионала, нужно еще добавить знаний и опыта. Мы уже 15 лет готовим специалистов по рекламе. Мы единственный колледж в Чебоксарах, который готовит по этой специальности. Для этого мы имеем очень хорошую базу. У нас есть и мастерские по живописи, по рисунку, по композиции, фото, видео, студия. Также у нас оборудованы классы по компьютерной графике. Обучаться у нас, конечно, нелегко. Нужна специальная подготовка. Как правило, мы принимаем тех абитуриентов, которые закончили художественную школу или, может быть, прошли какие-то курсы, или это какие-то уроки рисования, ну, какая-то специальная подготовка. Но если нет такой подготовки, а аттестат хороший, мы таких тоже принимаем, и они с удовольствием у нас учатся, мы им вполне, мы им помогаем, мы достигаем хороших результатов. Чем занимается рекламист? Его основная функция – последовательное и нестандартное распространение информации о идеях и товарах среди целевой аудитории. Чем интереснее форма подачи, тем более высоким остается интерес потенциальных потребителей к данному продукту. Вот почему профессию рекламщика желательно осваивать тем, кто имеет к этому не просто тягу, но и определенный талант. Я выбрала эту профессию еще в самом детстве. Я всегда была увлечена творчеством, и мне нравилась вся вот эта атмосфера искусства, но я не знала, как мне, куда пойти работать, чтобы на этом зарабатывать деньги. И именно специальность рекламы оказалась для меня самой лучшей профессией. На рекламе мне больше всего нравится, ну, наверное, то, что это все сумели совместить. Я больше увлекаюсь именно съемкой видео, мне нравится снимать, монтировать и делать раскадровки. Я сделала много социальных роликов, которые показывают у нас и на телевидении, и вот крутят даже в автобусах, маршрутках. Но я бы не смогла этого сделать без навыков композиции, без понятия того, как вообще должен правильно состоять кадр, что такое есть реклама. Умение воспитывать это все-таки искусством. Такое же искусство, как хорошо играть на скрипке или рояле, хорошо и псы картины. Так говорил известный советский педагог Антон Макаренко. И это правда, воспитатель должен уметь делать практически все. Он должен быть мудрым, всезнающим наставником и одновременно уметь профессионально использовать знания на занятиях в детском саду. Обучает всем направлениям этой профессии в колледже имени Никольского. По программе «Дошкольное образование» студенты получают у нас не только теоретические знания, но и практические умения. Сейчас в современных детских садах имеются зоны, где есть пособия, игры из природного материала. И вот одним таким из природных материалов у нас является песок. Игры с песком помогают ребенку выплескнуть все свои внутренние переживания наружу. И самое главное – найти способ разрешения вот этих вот внутренних переживаний. Нигде, кроме как в игре, ребенок не сможет ощутить себя сильным, смелым, защитником, ловким. А игры, и именно игры с песком, как раз, в общем-то, этому и дают такую возможность здесь. Еще одно направление обучения будущих воспитателей – ритмика и хореография. Правильно держать осанку, разучивать ритмические движения, музыкальные игры и детские танцы. Всему этому студентов учат на этом предмете. Студенты у нас, получая такое музыкально-танцевальное образование, становятся очень активными, энергичными, инициативными. Это для них, для будущей работы, очень, конечно, полезно. И на практике им намного легче, имея такие знания. Конечно, мы очень надеемся, что наши студенты будут хорошими специалистами и будут работать с нашими детьми так, как они должны. Уже несколько лет на рынке труда наблюдается спрос на представителей профессии воспитателей детского сада, несмотря на то, что специалистов каждый год выпускается немало. Я поступила в колледж имени Кольского после окончания 11 класса средней школы. Ну и потому, что очень люблю детей и выбрала отделение дошкольного образования. Кроме того, что я буду воспитателем, я могу работать и вожатой. К этой специальности я пришла, наверное, постепенно как-то вот так получилось. Очень долго думала, выбирала. И мама вот направила меня на такой путь. Все интересно, все хочется попробовать, все хочется освоить. В нашем колледже открывается новая специальность – преподавание в начальных классах. И каждый студент может получить дополнительное образование и уже закончить учебное заведение, получив две специальности. Это нам дает возможность туда устроиться не только в детском саду, но и в школе. Воспитатели идут по призванию. Нужно очень любить детей, чтобы отвечать за здоровье каждого ребенка, за его личностное развитие. Не зря профессия воспитателя является одной из самых сложных на сегодняшний день. Ведь характер, принципы привычки и жизненные взгляды человека закладываются именно в детстве. Концертные программы, спортивные состязания, выставки и творческие конкурсы – все это важная составляющая жизни каждого студента. Отличная успеваемость плюс насыщенная внеурочная деятельность – таков портрет успешного студента считают в колледже имени Никольского. Учащиеся этого СУЗа – активные участники всевозможных республиканских конкурсов. Я танцую и иногда пою. Я везде и всюду вообще. Я активист и очень рада этому. В нашем колледже помимо учебной деятельности ведется большая учебная работа. Студенты свободные от занятия время посещают творческие кружки технического творчества в спортивных секциях. Творческие кружки являются центром индивидуальных возможностей и способностей обучающихся. Актив колледжа принимает участие в мероприятиях, готовит интересные и увлекательные мероприятия для студентов и сотрудников колледжа. Наша студенческая жизнь веселая, интересная, не дает нам скучать. Мы постоянно участвуем в городских, республиканских конкурсах, мероприятиях, таких как МОГ, Город, Иволга, Территория Молодых. Мечтаешь стать профессионалом в любой из вышеперечисленных профессий? Тогда тебе в Чебоксарский профессиональный колледж имени Никольского. Освоить каждое направление здесь можно за 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования и за 3 года и 10 месяцев на базе основного общего образования. Вот мы с вами и познакомились с Чебоксарским профессиональным колледжем имени Никольского. Его студенты уже сделали свой выбор. Теперь ваша очередь. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин